И Оскар за лучший видеоролик получает... Что? Какой-то чувак в кепке! Подписывайтесь на мой канал! И всем привет! С вами Фрост! Ты! Ты обязан подписаться на мой канал! Зачем? В принципе, логичный вопрос, но у меня есть на него отличный ответ! Я никогда не снимаю ни единого видео про эту тупую, конченую шкурыгину! Уже подписался, бро! Ну что ж, а мы возвращаемся к теме нашего видео! И по названию вы, конечно же, уже все догадались, что сегодня мы будем смотреть мои старые юбилейные ролики! Ненавижу смотреть свои старые ролики! Я там такой зеленый, просто как будто салат, а не человек какой-то! Эй, бро, у тебя полный морг! Пожалуйста, нет! Нет, уберите этого зеленого омыша отсюда! Не езжите полный морг, а полный морг подписчиков! Господи, какая актерская игра! Вообще полмиллиона для меня нагрянули как-то неожиданно! Я как бы начинал свой канал, я никогда не мог представить, что я наберу такое просто гигантское число, как полмиллиона! Это сейчас полмиллиона есть у каждого засранца, голодранца, который только что начал что-то снимать! Ну и, может быть, купил пару реклам, что я, кстати, ни разу не делал, ни разу не покупал рекламу! Все у меня свое! Самостоятельно, как говорится! Конечно, не без вашей помощи! Это вам спасибо, конечно, огромное за это все дело! За репосты, лайки, подписки! Это... Ах, как помогает растить канал! Серьезно, спасибо, братишки! Прямо от души! Режу, значит, я как-то себе лимон в чай такой смотрю, у меня поллимона такой, блин! Я такой, типа, поллимона и поллимона подписчиков! Это же так прикольно! Надо сделать какой-нибудь ролик! Вообще, суть ролика должна была быть в том, что я с половинкой лимона подбегаю и кричу на прохожего, что у меня поллимон, а потом подумал, что мне за это могут дать пороже! Жрем-то мы с вами в России, и тут как бы на кого нарвешься? Кто-то поржет, а кто-то тебе и пропишет за такую херню! И полмиллиона настали настолько быстро, что я не успел придумать, что я буду делать на самом деле, и поэтому все это решалось в течение... Не ори! В течение пару дней, даже, может быть, меньше, это все было придумано, ну и... Чувствую, смотри, поллимона! Тапчик! Просто топовая съемка, макросъемка, перебивочки, все хорошо, все нормально! Че? Бабуля! Самое первое появление бабули. Хотите узнать, как появилась бабуля? Бабушка задумывается как второстепенный персонаж, чисто на пару секунд, чтобы ролик получился чуть-чуть подлиннее, я подбегу к ней, покажу поллимона, она меня ударит сумкой, и все, как бы все, на этом конец. Как бы второстепенный персонаж, случайный бабушка, но Снэйк немножечко симпровизировал, и именно тогда, именно поэтому родилась эта бабушка как основной персонаж. Всеми любимая бабушка из юбилейных роликов, все именно из-за нее ждут юбилейные ролики. Суровая, веселая бабка, которая материт всех, ушатает пакетом всех, а потом это стало ее фишкой. Здесь это была просто рандомная импровизация. Эй, бабуля, смотри, у меня поллимона, смотри! Бля! И пакет просто порвался, это такой топ! Это лучшая игра бабушки за всю историю юбилейных роликов, как по мне. Серега! Так громко! Чувак, смотри на поллимона! Некоторые думают, что это я делаю бицухи, и я же подбегаю. Нет, это был Серега! Это наш Серега, который... Просто у него оказалась такая же футблока, как у меня, и... Похожие прически. Ну, вы поняли, типа, это он такой, типа, собирает себе такую большую штангу, сейчас ее будет жать, и такой, типа, ких, берет маленькую. На самом деле, просто так повесил. Правда, боржаться же, что нет, что ли? Серьезно? Ну, смешно же, ребят, что началось так? Эй, чувак, смотри! Пошел на ты! Топовая вставка. Где? Парниша такой, где? Он тогда не показывал лицо, и такой, на камеру такой, где? Он, типа, должен был где? Он, это, типа, санитары, которые приехали повязать меня. Типа, люди увидели, пожаловались в психушку, что какой-то дурак бегает с половинкой лимона. Ну, это так выглядело, по крайней мере, в моей голове. Здесь-то выглядело просто как два дурака в халатах стоят, и парниша палит свое лицо жестко на камеру. Когда он скрывал свое лицо, он такой, да там лицо мое видно. Я такой, да нет, там далеко, там не видно. Ну, вот же оно, все прекрасно видно. Зеленый парниша. Топчик. Это, типа, быдло, которое было вначале, бегает за мной, чтобы разобраться, что за фигня это была. А что ему лимоном брызнули в глаза? Ну, типа, это так задумывалось, но выглядит, я не знаю, просто какое-то быдло пробежало, и все. Это, типа, они меня там повязали, и я вырвался, и я теперь бегу, типа, связанный, хотя это даже не смирительная рубашка, это халат парниши. Типа парниши вырубила. Ну, это просто гопник. Он устал. Он не может так много бегать. Но он любит отрабатывать камеры. Это лучше оставим. Гопника я подрезал у Бэт Комедиана. Сорян, Евген. Тогда был зелен, молот, и... И подрезал у тебя гопника. Гопник я уже не отдам, это уже мой персонаж, так что все, поздно воду мутить, теперь гопник это официально, ну, может, не официально, зарегистрированный мой персонаж. Ну, может быть, не зарегистрированный, но мой матек гопник. Все, закрыли тему. Почему здесь Майнкрафт, 2011 год? Какого черта? Ребят, даже Ютуб считал, что я снимаю только Майнкрафт. А я снимал не только Майнкрафт. Далеко, я даже начинал не только с Майнкрафта, как многие говорят. Это все поклеп и неправда. Лимонный ролик я, на самом деле, не планировал делать. Просто все очень просили сделать продолжение полмиллионного ролика, потому что всем понравилось. Ну, и как бы... Я решил, а почему бы и нет? Я даже тогда пытался писать сценарий, в отличие от первого ролика. Вот так вот. Самое время стебать Невского. Один лимон. Не понял, что за фигня? Выкинул лимон. Нехорош человек. Второй лимон. Эпичный переход. Потому что я забыл открыть окно вовремя и не стал переснимать этот дубль, потому что мы очень торопились, что стемнее на улице. И опять петарда. Иди ко мне сюда, ну что, бля? А что я тебе сейчас, бля? Ой! Убила! Насмерть! Зашибла! Что такое произошло? Просто... Суть была такова, что, типа, мне кинули лимон. Я такой, типа, что такое? Не понял, что произошло. Кинули второй лимон. Я полез его доставать. Такой достаю, а в нем петарда. И тут я вспомнил, что окно закрыто. И куда я буду выкидывать? Пришлось открыть окно. Переснимать уже не вариант. Все снимали с одного дубля. Засрадцы школьные. Как капусты зеленые. Блин, мать их. Достал лимон, выкидываю лимон. Типа, там бабка идет. Взорвал бабку. Бабка разозлилась. Кинул меня пакетом. Типа, меня зашибло. Многие не вдуплили этот момент. Это я, типа, кинект включаю. Тогда мы в кинект играли с вами. И бабка вторглась, короче, мне сюда. Ну и вы поняли. Ну и пошла жара. Ну и бабка телепортируется научилась. Фон просто топ. Серьезно, это у меня в саду. Это просто фон. Ну серьезно, как будто на помойке. И БПшка сгорела. Бомж недоволен. Сухая и она очень горячая оказалась. Новый персонаж. Ах, какой персонаж. Бомж. Я в газу приехал лимон. Ну а просто. Компитка. А для него стоит. Бомж есть. Какой лимон? Лимон же есть. Бомж. Бомж чуть-чуть похудел. Заметьте, короче. Бомж. Сначала бомжа играл я. Забрал БПшку. Пожарил. Короче, обжегся. Пошел за кипятком заварить. По-нормальному. Перевоплотился. Переродился. Горячего продавца. А лимоны в случае, чувак. Самый. Самый горячий точка. Просто в лесу продавать лимоны. На расхвату хоть как горячие пирожки. На вокзале. Это типа он пристрелился обоссать не пойти. Подвеску. Но причем сын-то на ботинок уже не мне. Сын-то уже на ботинок парнише. Теперь у нас опять рокировка произошла. И в итоге парниша... Ну и собственно говоря вот. Ну и бабушка типа она пришла сюда. Учуяла. Учуяла миллион. Опять неоткорректированный звук, что меня аж оглушает просто. Дошел. КОНЕЦ. Ну а дальше опять не ваше... А, дальше... Дальше невероятный. Просто а-ля Санта-Барбара поворот. Типа все мне это приснилось. На самом деле меня зашибло пакетом. Вот жесть, пакет будет. Меня зашибло пакетом и все мне это приснилось. Я такое его выкинул. И попал бабке по голове. Да мне фильмы надо писать русские! Русские так вообще драться будут за мои сценарии. Кто из 2015-го лайк? Нет, ребят, мы из 2017-го. Вы нет. Опять Майнкрафт! Ну что ж такое-то, Ютюб? Ты издеваешься что ли? Три миллиона. Это просто мой божественный хромакейк от в виде клеенки на шкафах. Парниша в шоке. Видите, как сразу все проседает? Хотя бы потому, что здесь мы взяли для съемок фотоаппаратный, который я сейчас, кстати, снимаю до сих пор. А те были сняты на камеру. Камера снимает намного шире. И с светкором у нее все как-то получше. Как вы видите, фотоаппарат все тупо забелил. Парниша боялся озвучивать бабку сам, пришлось озвучивать мне. Ну вы понимаете, что это получилось? Ну это забавно. И это уже не парниша, это уже Снейк. Бабка постоянно тоже разный персонаж. Внутри бабушка вечно другая. Это Серега уже. Три персонажа играть бабушку. Ну это жесть какая-то, я вам скажу. Это жесть. Так, четырехмиллионный ролик. Ну этот раз гопники размножились, их стало три. Не совсем профессиональные гопники, но сойдет, типа. Ну, видно наш мангал, мы там шашлыки пытались сделать, замерзли как собаки. К-К-К-Комбо! Гопники такие медленные, что они даже бабушку не могут догнать. И да, мне опять пришлось их озвучивать, потому что они стесняются сами озвучивать себя. И это опять я смеюсь. Ну это бабушка. Это дань традиции. Снова горячий продавец в лесу, в самой популярной месте, где покупает зимой лимоны. Ну и по традиции огребает всегда как бы Санек. Потому что я не огребаю в своих юбилейных роликах. Огребает нас всегда Санек. Хорошо отыграл, хорошо, молодец. Хороший актер. Оскара ему, Оскара ему. Это было мощно. Хорошо отыграл, потому что ему правда залепили в глаз. Ну это опять парниша огребает. Парниша пропал, потому что он играет еще и гопника. Но это никто не заметил, все нормально. Бабке надоело, что за ней бегут гопники, но она решила забраться. И кто получает? Айс, парниша. Ну типа я уехал от гопников. Это уже не гопники. Это уже, это уже ДПС. Это уже не гопники. Это просто совпадение, что они похожи. Совершенно совпадение. У нас колба... Это, кстати, колбаса, а не палочка. Ну это снова божественная работа оператора. А инфицией РББ-это, бежали отсюда? Э, а на идее! Парниша упал. Опять парниша получила. Ну и тип, я уехал. Бабка, попробуй теперь меня дыгать. Не видишь, да видишь, папуля? А вот здесь она, кстати, неплохо получилась. Ну парниша, правда, целиком не пострадал. Чуть-чуть, может быть, и пострадал. Но это уже совсем другая история. Ну и последний наш юбилейный ролик на 5,5 миллионов. Самый сложный, кстати, юбилейный ролик. Самый замороченный. Здесь действительно уже более-менее хорошая операторская работа. Более-менее, более-менее нормальный сценарий. Вроде все прикольно. Но здесь нет таких трешаков по операторской работе, в принципе. Как это есть в других роликах. И знаете, что было дальше? Дальше раздалась куча мата. Потому что Снейк, блин, прыгнул туда. Вжух! С телефоном. И утопил телефон. Насмерть, все. Теперь он ходит с моим старым айфоном. Так что это сцена, мать его. Самая дорогая сцена за всю историю канала. Утопили телефон. Здесь, в принципе, рассказывать нечего особо. Здесь первый юбилейный ролик, снятый адекватно. Не как мы это делаем в обычных юбилейных роликах. Здесь хорошая операторская работа. Ну, для меня это хорошая операторская работа. Так что не выпендривайтесь. Ну, и, конечно, паркур. Паркур, да. Паркур. Бабка паркур. Здесь она особо не телепортирует. Здесь бабка тоже любит паркур. Обожает просто паркурчик. Я впервые после, наверное, 5-6 лет решил попробовать прыгнуть вот эту херобору. Рондац с сальтухой, типа. Ну, это должна была быть сальтуха, но вышло что-то, типа, похоже. Нет, я очень давно этого не делал. Но вышло красиво. Эпично. Это больше эпичный ролик, чем трэшовый, как были остальные. Но это отсылка к 100 слоям. Это можно, в принципе, пропустить. Небольшая перебивочка, как бы. Отдать дань традициям, чтобы он здесь появился. Горячий торговец в лесу с лимонами. Но на этот раз ему надоело продавать лимоны. Он решил снимать челленджи. Решил начать с популярного 100 слоев, когда тогда он еще был, типа, популярный. Ну и, короче, огреб за это. Так и надо. Всем, кто снимал 100 слоев, надо просто пакетом так... Чтобы прям, я не знаю, очки улетели в шкаф. Ну и немножечко паракура. Ну, в общем, бабушку-то и наказали. За ее дерзость. Закопали бабулю. Все. Бабуля капут. Ауфидерзейн, бабуля. Мы были с тобой так долго. И все хорошее когда-нибудь кончается, да. А может быть и нет. От концовки аж прям мурашки по коже. Знаешь, думаешь, что сейчас бабушка-то все... Ютуб творит какую-то лютую херню. Ролики нормально не смотрятся, потому что Ютуб их прячет всякая херня. Бабку похоронили. Все. Кранты. Но все зависит, конечно же, от вас. Если мы все-таки с вами сможем набрать до лета 7 миллионов подписчиков на моем канале, то бабуля обязательно раскопается и разгандошит всех, кто так нехорошо с ней поступил. Почему именно до лета? Просто у меня сценарий готовится на летнюю пору, поэтому нам обязательно нужно набрать 7 миллионов до лет, иначе мы будем ждать следующего года. Я, ребят, я вас приобрел серьезно. Либо 7 миллионов до лета, либо мы ждем еще год, потому что сценарий, который я готовлю для возвращения бабушки, рассчитан на лето. И я вам всем настоятельно рекомендую самостоятельно посмотреть юбилейные ролики, там есть и вы не вошедшие, и без моих лишних комментариев насладиться прекрасными мгновениями юбилейных роликов, особенно если вы их не видели. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на мой контакт, инстаграм, обязательно ставьте лайк этому ролику. Ну и, конечно, всем вам удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok